Блаженный Андрей Христорадио-Еродиевый, симбирский чудотворец, известен своим строгим подвешничеством и чистым сердцем. Он не отказывал в исцелении страждущих, молился за них день и ночь. Андрея Блаженного называют небесным покровителем в Симбирском. 3 июня, в День памяти святого, митрополит симбирский новоспаский Иосиф совершил праздничные богослужения в Свазо-Вознесенском кафедральном соборе. Накануне в соборе прошло праздничное всеношное обгение с акафистом Блаженному Андрею. Скончался он в 1841 году, но с самого момента погребения и до сегодняшнего дня люди его почитали как предстателя перед престолом Божиим и молитвенника за всех, кто к нему обращается. И в старое дореволюционное время к его могиле шли люди, и в советское время, даже когда могилу пытались уничтожать, люди приходили, молились. 3 июня 1998 года Блаженный Андрей был прославлен в лике местно чтимых святых Симбирской епархии по благословению патриарха Алексия II. Тогда же состоялось обретение святых мощей. Они были перенесены в церковь во имя всех святых. А в октябре 2004 года Блаженный Андрей Симбирский был причислен к лику общецерковных святых. Вот уже 5 лет в Дни памяти возлагают цветы к памятнику Андрея Симбирского, который был открыт в храмовом комплексе Спасовознесенского кафедрального собора. Конечно, Андрей Блаженный, который защищал, защищает и, наверное, дай Бог, много-много столетий будет нас с вами оберегать. Если, конечно, мы сами будем законопослушны и, естественно, не забывать про веру. Поэтому желаю всем здоровья и счастья, берегите себя. Мощи небесного покровителя Симбирска теперь покоятся в Спасовознесенском кафедральном соборе. Каждый страждущий может приложиться к иконе с его ликом и попросить помощи у мощей святого. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok